всем здравствуйте с вами на связи лени я приветствую вас на своем канале сразу хочу сказать что в четверг будет прямой эфир до голосования показала я конечно же анонс напишу но все равно если вы меня смотрите да чтоб имели ввиду время не помню там по-моему в 21 по москве что ли я написала вот в общем разделе сообщества увидите анонс до в четверг это значит по моему там 4 числа жду вас на прямом эфире и так что мы с вами будем сегодня смотреть и мы с вами будем смотреть расклад который предложил либо предложила ви альмаз не знаю мужчина женщина называется как выйти из путаницы три позиции 1 2 3 3 камешка голубенький красненький зелененький выбирайте а мы с вами посмотрим как выйти из путаницы колоды до 2 неба и земля пока я не насытюсь и и буду смотреть и колода человека специально по моему успех жизни она называется что сценарная сценарий в ней показывают мы как раз-таки с вами посмотрим до уроки и так об надеюсь определились убираем сторонку два камешка и приступаем позиции номер один голубенький камешек в чем вы запутались да здесь реально показывается какая-то путаница суета в голове неопределенность да какая-то неуверенность невозможность понять как-то уравновесить всю ситуацию определиться со своим путем конкретным да то есть двойка педаклей это все показывает из-за того что нету конкрет конкретики нету понятия четкости ясности вся ситуация зависла вот когда выпадает арка повешенного вот он нам как раз и говорит о том что здесь мы делаем остановку осознанно для того чтобы пересмотреть свою жизнь посмотреть причем не просто пересмотр а посмотреть именно по другим углом по другим ракурсам до понять что на данном этапе нашего развития первичная для нам стала материя они духовность как должно было изначально быть то есть здесь как будто бы все перевернулась с ног на голову но этот период он вам нужен был просто вот необходим да вот это вот путаница для того чтобы вы остановились и посмотрели на всю ситуацию иначе здесь есть некие страхи которые вам нужно внутри себя проработать чем они связаны я именно с движением дальше у меня мне хочется знаете что спросить посмотреть если у вас понимание куда двигаться либо вообще сам процесс будущего до некой такой неизвестности вас пугает что именно вас пугает вас пугает реализация ваши каких-то желаний вас пугает дальнейшее движение но понимаете именно своего какого-то внутреннего пути да здесь возможно есть желание понять определиться со своим и таки я не люблю это слово но она понятно предназначение да то здесь вам не просто хочется двигаться куда попало а здесь хочется найти как говорится свое место под солнцем и двигаться именно в этом направлении то есть определиться с тем что хочет ваша душа вас выпадает великие арканы эта ситуация она ну во первых она не случайно во вторых она для вас очень важно то есть вам нужно здесь включить вашу логику здесь вопрос не об интуиции здесь вопрос логического просчитывания своего дальнейшего пути то есть понять для себя определить и начать совершает ну распланировать и начать совершать движение в том направлении в котором вам необходимо возможно кому-то понадобится какой-то наставник какой-то проводник да в тот пути в которой вы хотите уже двинуться но это будет после того как вы уже примете решение в движении да то есть на том этапе на котором вы находитесь вот в этой путанице здесь вам если кто-то кто вам сможет помочь да есть здесь человек если вы обратитесь до мужчины либо человек такой уверенные знающие с опытом человек который умеет договариваться человек серьезный зрелый понимающий человек достаточно холоднокровный который ставит разум выше своих эмоций либо если отвечая на вопрос того может помочь да именно понимание во первых своих границ понимание здесь знаете не хватает какой-то структуры здесь не хватает конкретики понимания чего я хочу к чему я хочу прийти да для чего мне это нужно что мне это да что я готов делать ради этого здесь вот ответы на эти вопросы они вам помогут хорошо что в какой сфере вы запутались хотя бы да ну вот здесь вот страхи да здесь эмоционально здесь все что связано с вашей личной жизни могу предположить либо то что затрагивает ваш эмоциональный какой-то внутренний мир мир состояний да здесь кстати может быть какие-то страхи которые вы должны проработать если это личная жизнь какие-то страхи которые идут не знаете опять-таки слова род которые передаются скажем так из поколения в поколение либо здесь какие-то страхи разочарования связаны с матерью со своей однозначно но это вот какой-то очень ранний период может быть какой здесь урок вы должны пройти потому что здесь мне показывает какой-то сценарий который вы должны проработать да прежде чем пойти дальше у меня здесь ощущение того что вы запутались немножечко в своей личной жизни да то есть не можете определиться куда вам идти что вы хотите для чего нужно вам это или нет какой урок вы здесь вот проходите окей урок называется припадок бешенства здесь какие-то знаете неконтролируемые эмоции так личный миф и бунт да здесь есть какая-то подавленная энергия здесь есть подавленная агрессия именно в том как вы выражаете себя давайте я все-таки уточню потому что вот это вот припадок бешенства чем это так это о переменах о завершении знаете здесь вам нужно вот вы находите у меня такое ощущение что вот все ваши сферы кроме личной они подтянуты до того уровня достаточно высокого уровня духовности которым вы находите вот у меня показывает здесь по энергиям что вы понимающий знаешь ведущий человек да и вот все ваши сферы они вроде бы потянуты да они более-менее как-то так уравновешены кроме одной личной жизни и вот вам здесь как разки показывает что наступил вот этот вот период когда то есть во всех сферах вы как будто бы ведете себя как зрелый человек взрослый а вот именно в личных отношениях да вы проявляете некую такой незрелость до детскость и здесь показывает то что вот это вот как раз таки вот это вот эмоциональность да не умение контролировать свои энергии и эмоции непонимания вот это вот должно измениться должно завершиться и вы должны прийти именно знаете к тому чтобы найти свое место именно в сфере личных отношений да то есть четко понять для себя здесь вот как будто бы определение если я хочу отношения то каких конкретно я хочу да если например я хочу для себя партнера то для чего он мне нужен да что вместе мы хотим создавать на чем мы будем выстраивать для чего он мне нужен вот здесь вот именно должна быть заточка за точка не на эмоциональном фоне на не на сексуальном а намного выше да вот здесь как-то через духовный уровень вы должны прийти аркан мира он говорит нам о завершении о пройденном этапе о том когда мы нашли единение именно самим собой внутри себя и вот из-за того что мы находимся вот в этом единении самим собой у нас все спокойно да мы включается у нас краски интуиция да у нас появляется вот это вот чувство правильности которые нас ведет по жизни да то есть тогда вы сможете понять определить кто мне нужен как человек до какой партнер мне нужен в этой жизни что я хочу сделать вот здесь вот такое ощущение достаточно зрелые личности у меня здесь проходит по первой позиции которые для себя хотят понять именно понимаете не только как обычно говоря да то есть вы пишете те качества которые вам не хватает и вы их увидите в другом партнере здесь вообще не об этом а здесь вот как раз таки какой-то такой более зрелый мудрый подход здесь уже не в контексте того как бы я хотела чтобы он выглядел какого там роста там цвет волос глаз и так далее нет здесь это уже вторично здесь на первично проходят какие-то благодетели и качество например там уважение до доброта понимание сострадание вот забота вот здесь как-то такие качества и вы их в себе в первую очередь должны найти по аркану мира на для того чтобы вот в тот самый минимум который вам необходим в жизни именно в контексте ваших взаимоотношений с партнером чтобы он у вас был и чтобы вы уже не думали да мне нужен человек который будет покрывать мои какие-то финансовые потребности нет это вам будет ну как бы так сказать бонусом до прилагаться вот эти вот ваш минимум для вашего существования а первично у вас должно быть вот это вот чувство на интуитивном уровне куда вам двигаться да вот в каком направлении но она приходит только тогда когда у вас есть единение самим спал по собой да когда у вас есть понимание себя вы тогда понимаете расслабляетесь у вас появляется доверие непосредственно вселенной и вот в этот момент у вас начинают проявляться как бы так сказать те качества которые вам необходимы на данном этапе до проживания то есть сама непосредственно система которая вас ведет она будет вам указывать и создавать те ситуации до которые будут вам не то чтобы вам во благо а вы сможете на основе этих качеств да вы сможете выстроить те необходимые отношения которые вам нужны не те которые вы считаете что вам нужны а те которые вам нужны условно говоря по судьбе те которые вам важны для проживания вы как будто бы будете ловить вот этот вот поток и в потоке двигаться да вы будете все время на гребне волны волны то есть вы как будто бы будете двигаться по жизни с минимальными затратами то что мы говорим вот на вас будет вести вы это будете четко чувствовать вот здесь вот про это но здесь вам как-то надо еще с эмоциями проработать что именно вам нужно здесь единение с собой до необхватима да и знаете здесь проработка у вас идет вот здесь идет дьявол у вас идет проработка в отношениях именно в контексте становления себя как императрицы если вы женщина то есть как человека который понимает что он хочет в первую очередь для себя да каким он себя видит что он хочет от жизни вообще для себя и вот знаете здесь вот как будто бы такая целостная личность да от которой и не убрать ничего и добавить ей ничего не нужно и вот как бы так сказать не то что вы идеальная а вы сформировавшиеся уже такая знаете устаканившаяся конкретная личность да в данном случае как императрица вот вам нужно прийти к этому таким образом чтобы никто из партнеров которые вам дадут не мог повлиять на вас да чтобы у вас не было вот как прежних вот этих сценарий привязанности да чтобы не теряли свою целостность то есть здесь как будто бы вам говорят это когда куешь железо да через огонь его потом обжигаешь и воду холодную ставят и знаете вот как закалилась и она гоп и затвердилась вот вы сейчас находитесь как раз в этот период когда железо куют до всякими сложностями трудностями для чего для того чтобы потом вас опустить вот в эту холодную воду вытащите вы будете готовы виден у вас потом уже ничего не может повлиять ощущение что вам потом дадут кого-то такого императора да который чтобы вы его смогли выдержать выстоять да вот его силу вот эту вот энергию до чтобы ее в дальнейшем но чтобы он никак не мог повлиять на этого чтобы снова не вышли вот в эти сценарии когда вы растворяете в своем партнере чтобы не потеряли себя и и когда вы будете вот таким целостным человеком и ваш партнер будет таким таким же сильным потому что вам дадут человека такого которого вас раньше не было он будет сильнее вас энергетически и если вы к этому будете не готовы вы как разки сможете согнуться тут прогнуться как а этого не должно быть но время пришло чтобы вам дали такого партнера понимаете поэтому сейчас вот в контексте эмоций да вам нужно проработать именно вот эти вот зависимости привязанности к тому чтобы увидеть шанс здесь такое ощущение что вот вы как будто вы сможете почувствовать себя настоящей женщиной только рядом с настоящим мужчиной здесь как разки путем от обратного вы сначала должны послушать почувствовать себя такой и потом вам дадут соответствующего вам мужчины так на личный миф да вот здесь вы должны совершить какой-то прорыв у вас очень значимая вот здесь какая-то ситуация вот знаете я бы не сказал что некая запутанность да а здесь вот как будто бы какая-то остановка в движении и вот личный миф это создание своих каких-то сценарий на придуманных да но урок здесь в чем заключается да который вы проходите он как раз и заключается в том чтобы вы научились творить именно созидательно вот у вас очень хорошо получается творить какой-то вот негатив да вот что-то неприятное не очень-то хорошее вы подумали у вас это случается а у вас есть огромный потенциал чтобы двигаться дальше в будущее и создавать ту реальность которую вы хотите поэтому вам и дают сейчас период чтобы четко для себя знаете определились того что вы хотите и дальше у вас начнется некое такое движение вперед все великие арканы выпали всем спросила с чем у вас сценарий бунта связан да чему вы так вот не то чтобы противитесь а сопротивляетесь да что подавляете здесь вот как раз таки говорится о том чтобы проработать что-то в своем прошлом да здесь должна произойти такая глубокая глубокая переоценка именно подавлено есть подавленная какая-то энергия которая для вас является разрушающей и вот это вот энергия сопротивление да вот все время чему-то сопротивляетесь все время с чем-то не соглашаетесь она такое вот ощущение да что она идет даже далеко из каких-то прошлых воплощений даже не с этого воплощения да и вот скопилось очень много всего вот этого здесь чувство как будто бы вы проводите очень глубокую работу над собой может быть кто-то занимается какими-то чистками причем это не просто чистки энергетические а вот именно знаете кто-то может быть работает со своей памятью кто-то работает с прошлым кто-то работает может быть с очень мощными сильными эгрегорами и вот здесь вот как будто бы знаете вот прорабатывается какая-то система причем такая устаканивающаяся сильная мощная и в процессе этой проработки вот у вас всплывает какие-то очень глубокие-глубокие залежни вашего эмоционального фона не то что было там вчера-позавчера год или там лет 5-10 нет а здесь вот прям может быть рождение непосредственно ваши первые года вашей жизни и даже прошлое воплощение такое ощущение что вы вот эту вот энергию до приносите и она должна как-то здесь нет мне по энергиям идет что вы должны ее проработать там очень мощный какой-то вот знаете пациент потенциал такое чувство как будто бы плотина сдерживает какую-то воду и вот как только вы поймете и осознаете в чем заключается это плотина что сдерживает да весь вот этот вот эмоциональный поток который должен выйти вас вы его должны прожить ощутить высвободить и тогда вот вы как будто бы переродить и станете другим человеком абсолютно и вот вы почувствуете тогда себя уже вот этой вот императрицы состоявшимся человеком состояшься личностью ощущение что вы потом как будто бы станете какой-то вот не то чтобы бесстрашный а каким-то вот супергероем тут такое ощущение что вас готовит какому-то такому формату да быть именно каким-то таким супергероем которые знаете супергерой в контексте того что он закаленный его ничего не берет хорошо давайте посмотрим что должны вы и понять и вынести из этой ситуации запутанности что вы должны понять ну во первых определиться должны понять все что вы должны вынести король кубков но во первую до умение ценить себя во первых ваш урок заключается в том что вы должны наконец-таки научиться ценить себя наконец-таки здесь такое чувство жить для себя свое удовольствие научиться именно проживать это до удовольствие впустить в себя научиться принимать вы не умеете принимать я не говорю о том что вы наверное человек такой знаете с мощным сильным характером до с мужскими качествами нет я про это не говорю но Но здесь у меня такое чувство, что вам подвластно все время отдавать, вкладываться в другого человека, заниматься каким-то таким альтруизмом. И вот вам как будто бы не хватает немножко эгоизма, то есть умения получать удовольствие для себя, просто потому что вы есть, не потому что вы заслужили, а потому что вы как человек имеете полное право на удовольствие. Здесь как раз-таки идет, что вы должны вынести, вы должны оставить свои прошлые эмоции позади. И для этого у вас сейчас урок проработки со своими эмоциями, со своими чувствами прошлого. Не знаю здесь о чем. Что вы должны понять здесь, определиться. Здесь у вас меняется ваше мировосприятие. Именно то мировосприятие, которое вам было дано вашей семье, оно не привело вас ни к чему хорошему, кроме некой такой опустошенности, апатии, какое-то вот расстройству, что ничего не работает. Здесь у меня чувство, что вы должны создать какую-то свою новую систему. Если мы говорим, например, об отношениях, то вы должны выстроить свою систему взаимоотношений с противоположным человеком. Не та, которую у вас предлагалась вам в семье, как изначальная модель, и не та, которая есть в общих кругах, шаблонная. А это будет какая-то ваша модель. Но для этого вы должны четко определиться, что вы хотите. Когда вы поймете, что вы хотите, вы сможете определиться с форматом взаимоотношений. Это однозначно не будут стандартные отношения. Брак, совместное проживание, либо просто гражданский брак. Нет, здесь вот какая-то другая модель будет. Вы сами ее себе придумаете по умеренности. Она будет основана на, знаете, на каком-то общении, во-первых, на коммуникации. Такое чувство, что вы постоянно будете договариваться. Например, это может быть такая модель, что каждый живет у себя, и вы просто встречаетесь на какое-то время, потом в какой-то период живете у одного человека, ну то есть у вашего партнера, а потом вы живете у вас. То есть здесь вот именно по умеренности есть такое чувство, что вы будете постоянно выбирать ту комфортную, тот комфортный формат, который удобен вам обоим. То есть, например, если у вас есть какие-то обязанности, допустим, профессиональные, вам нужно свое собственное пространство, вы будете про это говорить, что вот, например, я не знаю, какое-то время, там, неделю, там, 10 дней, я буду жить один, либо одна, потому что вот мне нужно сфокусироваться на своей работе, да, на каких-то своих делах, и это будет окей, да, но при этом вы будете в каких-то серьезных отношениях, даже, допустим, если вы будете в браке. То есть здесь вот какой-то такой формат, когда вы договариваетесь, и вы сами определяете, да, здесь вы строите тот формат, который, ну, как, знаете, как какие-то пионеры, да, новаторы, свой какой-то формат, который вам будет подходить. Именно поэтому вас сейчас куют, условно говоря, да, чтобы сделать из вас непоколебимым таким человеком, чтобы вы потом смогли отстаивать свою точку зрения, не воевать и не отвоевывать, а отстаивать, то есть обозначать свои границы, свои собственные желания, чтобы потом договариваться с другим человеком то, как вы хотите взаимодействовать и приходить уже к консенсусу, не к компромиссу, когда кто-то идет на уступки, а к консенсусу, когда обоим хорошо, в равной степени. Вот здесь вот ваш, ну, первая позиция, ваша путаница, она связана с этим, да, то есть вам нужно определиться с собой, и здесь вот непосредственно формат межличностных взаимоотношений. Так, давайте посмотрим позицию номер два и красненький камешек. В чем вы тут запутались? В чем ваша путаница, двоечки? А здесь ваша путаница связана непосредственно с расставанием, уходом, либо разводом, да, здесь кто-то, может быть, развелся, то есть здесь нам, если это не личная жизнь, а профессиональная, то здесь уход, увольнение, да, то есть уход от какой-то, от какого-то удовольствия, радости, счастья, то есть было все хорошо, условно говоря, да, и был уход, то есть вы были вынуждены оставить, здесь, возможно, вы ушли, но здесь было какое-то, если это профессиональная сфера, какое-то увольнение, да, то есть законы, здесь законом было связано, здесь была как-то, ваша ситуация связана с документацией, с бумагами, с следствием чего-либо, то есть так должно было быть правильно, по справедливости, здесь было какое-то завершение, завершение, точно, здесь было завершение каких-то отношений, однозначно, если это не отношения, опять-таки, в чем я сомневаюсь, то здесь вот как раз-таки уход от, с работы, вот у меня кажется, здесь мужчина, увольнение было от мужчины, да, то есть ваш хозяин, именно был мужчина, не женщина, да, и здесь вот было принято решение, да, что вы должны были уйти, да, вынуждены, то есть здесь ситуация какая-то была завершена, но все-таки мне больше и комфортнее считывать, что это личные отношения, потому что все-таки кубки у нас показывают большее состояние нашей души, либо если опять-таки это профессионально, то это вот ваше состояние слишком эмоционально, так в чем же вы запутались, ну вот и выпадает тушь кубков, вы запутались в том, что, а куда вам дальше идти, да, запутались со своим следующим шагом, очень созвучно с первой позиции, да, только там немножко в другом формате речь шла, а здесь какое-то обнуление, да, произошло, причем, да, была какая-то пауза, вы долгое время, либо не знаете, либо вы еще для себя не определились, то есть обнуление-то произошло, куда дальше двигаться, да, вы не знаете, вы не знаете, как сделать первый шаг, переживаете очень сильно, да, переживаете вот за какое-то новое начало, да, за какой-то союз, ну здесь 100% было, либо развод, либо расставание, но мне кажется, что здесь развод, потому что у меня такое ощущение, что здесь еще и дети есть, у кого-то есть, ну мне кажется, по-моему, два ребенка, да, у кого-то даже есть, ну второй, тот, который помладше, такой, карапуз, ну, мужемой, до двух, ну, ну, макс трех лет, ну, то есть совсем маленький ребенок второй, и вот вы здесь запутались, куда вам идти, ну, либо с детьми, либо как вам дальше быть, да, что вам делать, здесь не хватает каких-то знаний, да, не хватает, ну, понимания определенности, хорошо, давайте посмотрим, какой урок вы тут проходите, то есть если вы даже развелись, здесь скорее всего, не знаете, куда вам дальше идти, что вам делать, какой урок вы тут проходите, ну, переживания, это понятно, нужда и проекции, переживаете, переживаете, накручиваете себя, когда остаешься один, одна, либо с детьми еще, да, здесь, конечно же, понятно, да, с чем, но здесь вот, мне кажется, прям слишком, слишком вы себя накручиваете, переживаете, здесь урок какой-то вот сценарий, проживаете, занимаетесь как-то самообманом по поводу, по поводу мужчины, то есть здесь может быть два варианта, первый вариант по поводу мужчины, да, что-то вы здесь, прям слишком трагично у вас все, либо это второй вариант, связанная как-то с деньгами, но здесь, вот мне знаете, показывается то, что есть какая-то, есть какой-то самообман, да, есть какая-то хитрость, ваша выгода, выгода в этом сценарии, но вы не хотите его разрушать, вы не хотите его разрушать, потому что вам больно, вы боитесь этой боли, поэтому здесь вы урок проходите, видимо эти отношения, либо такой формат отношений уже был неоднократный, и вы должны были прийти к его разрушению, вот, а вы этого не хотели, здесь знаете, такое чувство, что вы боялись, боялись потерять какую-то стабильность, да, либо деньги от мужчины, да, если мужчина, например, зарабатывает, или если зарабатывает больше вас, здесь такое чувство, что вот я уйду, я лишусь денег, он не будет платить мне алименты на детей, да, вот я какой-то стабильности, уверенности лишусь, причем вот здесь вот финансовый аспект, он играет большую роль для вас, да, вот вы как будто бы зависимы от мужчины, именно финансово, поэтому вот для вас это какая-то драма очень большая, а в чем у вас здесь нужда? Ну, у вас нужда, знаете, в какой-то вот защите, да, вы живете в иллюзии, в контексте того, что вы даете желаемое за действительное, вы как будто бы не хотите видеть, как обстоят вещи на самом деле, чувство, что вы как будто бы нуждаетесь, чтобы о вас заботились, и вот этот, видимо, мужчина давал вам, не то чтобы он заботился о вас, он давал вам какую-то уверенность в себе, поэтому вы здесь проигрываете еще и сценарий нуждающего человека, да, все время, чтобы кто-то за вас брал ответственность, чтобы кто-то решал ваши задачи, да, чтобы кто-то о вас беспокоился, такого, знаете, вот здесь сценарий маленького ребенка, да, нежелание как-то повзрослеть, и сценарий проекции ваших, проекции связаны, знаете, что с тем, что я не могу дальше двигаться, почему, потому что мне страшно, потому что я не вижу выхода, вот у меня общая картинка, да, от этого расклада складывается в том, что я как будто бы мир клином сошелся на этом человеке, и вам кажется, что вот вообще без него я не могу жить, не потому что я его люблю, а потому что, ну, я не смогу выжить в этом мире, да, то есть я сама как будто бы не способна потянуть на себе иду детей, и вот их как-то вырастить, и у меня не получится, и вот здесь вот очень много страхов и переживаний, и вот меня оставили, мне бы самой как-то вот эмоционально это все прожить, а тут я еще должна заботиться о детях, если они у вас есть, либо о ком-то, то есть вот, ну, какая-то вот, знаете, здесь мне такое ощущение, что сценарий, который вы проигрываете в этой ситуации, какого-то взросления, то есть вы как будто бы должны позрослеть, уйти вот от этой детской незрелости, да, сценарий жертвы как раз-таки вы проигрываете, вот я бедная, несчастная, и вот у меня в жизни ничего не сложилось, и вот одна я такая, и все, и обратите на меня внимание, и я особенная, и я вот была домохозяйкой, я вкладывалась, а теперь где я найду под старость лет работу, да, вот здесь какие-то вот такие вот убеждения у вас, да, поэтому вот этот вот сценарий мыльной оперы, да, какой-то, ну, игра, игра, вот у меня здесь идет по энергетике, как будто бы вот вы играете, да, вот вы не настоящие, просто потому что вы не хотите взять на себя ответственность и решить всю эту задачу, это вам кажется, что вы, ну, что у вас не получится, что вы не способны. Хорошо, на самом деле это не так, а что вы должны понять? Ну, в том, что вы действительно самодостаточный человек, что если вы поставите себе цель, да, то вы к ней придете, что вы просто в каких-то моментах не можете вовремя поставить точку на прошлом, просто вы привязываетесь как-то к своему прошлому, вам трудно как-то вот быстро меняться, да, вот вы как-то медлительны, либо в принятии решения, как-то в своем продвижении, медленно, медленно, все как вода, все тянете, тянете, тянете эту тягомотину, вот, а вы должны понять, что у вас все получится, у вас есть опыт, у вас есть знания, у вас есть, ну, понимание, как можно жить дальше, да, нужно только это выстроить, да, правильно, правильные планы, цели, приоритеты и двигаться, ну, вы понимаете, вы какой, как ребенок, да, как душа, вы слишком изранены, да, вот вы, у меня здесь чувство такой вот пассивности, усталости, уже невозможности, и поэтому из-за того, что вы истощены энергетически, вам кажется, что вы не сможете справиться с этой ситуацией, но на самом деле это не так, да, вот вы как будто бы, знаете, сами себя жалеете, а это не есть хорошо, да, вот жалость к себе, какой, что вы должны вынести из этой ситуации, ну, вы должны принять решение и идти к переменам, да, не держаться за то, что уже отжило, не держаться вот за ту стабильность, которая вам хотелось, перестать все время ждать, да, вот здесь вот прям такие карты, да, я постоянно жду, мне тяжело, я не справлюсь, мне нужна какая-то помощь, поддержка, нет, вам нужно двигаться самостоятельно, со всем, вы справитесь, да, придете, и с финансами будет все хорошо, да, вам нужно только принять решение и двигаться, и опираться на себя, да, вот не искать опора в другом каком-то человеке, вот этот этап весь, который вы проходите, это этап взросления, когда вы должны прийти к моменту, том, который я описывала по первой позиции, императрицы, уверенного человека в себе, состоятельного, ни в ком не нуждающегося, а вы видите во всем нужду, нужда может быть не только в финансах, да, нужда может быть в уверенности, в поддержке, в чем угодно, вот у вас вот этот вот сценарий, что вы сами ни с чем не справитесь, что вам все время нужна поддержка, помощь от кого-то, да, не важно в чем, в ресурсах, в эмоциях, в чувствованиях, в каком-то совете, вот все время, я как будто бы сама, вы как знаете, здесь такое ощущение, как вцепляетесь в человека, да, и держитесь за него, а вам говорят, не надо, да, то есть вас бросили в море, а вы умеете плавать, но вот этого чувства страха, что я утону и пойду ко дну, и вот проплывает рядом человек, и первый попавшийся, кто проплывает, вы за него цепляетесь, да, и вот вместе с ним, вы тащите на дно и себя, и другого человека, но при этом, вы как будто бы забываете, и понятия не имеете, что вы можете плавать, вы прекрасно можете самостоятельно, вам не нужен другой человек спасатель, вот это вот вы тут проигрываете, и мы переходим с вами к позиции номер 3, и зелененькому камешку, в чем вы тут запутались, здесь скорее всего профессиональная сфера у меня идет, да, именно в проявлении себя, в профессиональной сфере, здесь вы воюете, воюете с собой, воюете с другими людьми, здесь вы как будто бы настороже, насторожены немножко, да, с оглядкой как-то вот в прошлое, много мыслей у вас, да, о том, как вот, я не знаю, такое ощущение, что вы берете меч в руки, да, и с какой-то вот уверенностью, что будет очень сложно, трудно, вы идете постигать какие-то свои вершины, но у меня такое ощущение, что слишком вы агрессивно настроены, либо, знаете, вот ощущение ждать все время какого-то подвоха, критики, каких-то вот колющих, режущих предметов, да, что вот вам как-то либо словесно как-то навредят, либо предадут, либо вот что-то здесь такое, вот здесь вот вы немножко запутались в своей профессиональной сфере, да, становления себя в социуме, что а как мне прийти к тому, чего я хочу, мне хочется спросить, почему, потому что потому что хотите успеха, хотите какой-то стабильности, потому что акцент у вас идет на получение, здесь знаете, кто-то кажется работает с клиентами, у меня такое ощущение, что с людьми вы тут работаете, и у вас изначально такое ощущение, что у вас будут какие-то проблемы с клиентами, да, либо там с деньгами, что не платят ваши как-то услуги, либо могут обмануть, вот вы как-то знаете, вот вы как-то знаете, очень жесткие, очень строгие, и достаточно холодные, то есть вот прям, знаете, если вам говорят, у меня нет денег сейчас оплатить услугу, могу ли я когда-то там рассрочку, либо по частям, вот вы как-то в штыки это все воспринимаете, да, здесь вот как будто бы ваши страхи именно как-то связаны с деньгами, либо вы как-то не уверены в том, что вот если у вас есть свой бизнес, что вы сможете как-то приумножить, да, что у вас будут доходы, что он будет процветать, здесь как будто бы вот то, что вы занимаетесь, то, чем вы занимаетесь, вам нравится, и вам это по душе, но вы, не то, что вы не верите в то, что вы можете за это получать деньги, а здесь вот именно ваш настрой, он негативный, и скорее всего вы, наверное, запутались в том, как же выстроить вам собственный бизнес, у меня такое ощущение, что это не наемный, либо если у вас есть какое-то хобби, вы хотите получать с этого деньги, это нечто новое, либо только зародилось, либо вы думаете о том, что это вот можно будет создать, но это не тот бизнес, которого уже такое, устаканившееся годами, это нечто новое, это нечто новое, вот здесь, здесь ваш урок, и проблема, она связана как раз с коммуникацией, с конкуренцией, причем конкуренты у вас, вы в конкурентах видите даже своих клиентов, не только людей, которые работают в вашей сфере примерно, здесь вы немножко запутались, как выстроить вам всю эту систему, профессиональную, какой урок вы проходите, ну очень сильно переживаете, волнуетесь, кошмары, нестабильная психика, да, вот сказал, нестабильная психика, и урок безжизненности, энергии нету, то есть у вас нету ресурсов на то, чтобы вы это все выстраивали, есть такое ощущение, что вот вам нужно как-то вот проработать, нижние слои, вот первые свои чакры как-то, самые нижние, да, слои, вот, чтобы почувствовать себя в безопасности, потому что, если вы чувствуете, что вы находитесь в опасности, вы не сможете взаимодействовать с другими людьми, вот здесь не хватает энергии, а куда вы сливаете свою энергию, хочется спросить, почему ее не хватает, ну, вы, во-первых, вы защищаетесь, да, то есть вы уже сопротивляетесь, вы энергию сливаете, на некое сопротивление, вы закрываетесь от других людей, и вот чтобы держать эту оборону, да, у вас уходит много энергии тут, плюс ко всему, вы сливаете свою энергию на, на неуверенность, да, на то, как примирить два каких-то решения, вот этот, постоянно думаете, что выбрать, это или это, как, как, как будет лучше, а вдруг я что-то упускаю, то есть быть или не быть, вот здесь вот вас вообще, ну, в этом состоянии вы не сможете ничего построить, да, конечно же, здесь выпадает сценарий бедности, а вот конкуренция как раз-таки, она связана с тем, что вы не ощущаете себя любимым человеком, нужным, да, здесь такое чувство в вашей сценарии, что вы не будете востребованным, да, почему, потому что, ну, я себя не принимаю, я себя не люблю, и поэтому нету мне цены моим знаниям, да, и вы сами себя обесцениваете, и как следствие, да, не будет спроса на вас, вот вы не будете востребованы, да, переживаете про то, что тот бизнес, который вы задумали, он не принесет вам денег, а наоборот будете забирать, переживаете по финансам очень сильно, за деньги, знаете, прямо вот цепляетесь за какую-то идею, за что вы тут цепляетесь, за что вы тут цепляетесь, знаете, вот какой-то, ту позицию, которую вы для себя выбрали, ту стратегию, она неэффективная, почему она неэффективная, потому что в ней нету, во-первых, это не обозначивает вас как профессионала, во-вторых, она не жизнеспособная, да, здесь позицию, которую вы выбрали, она какая-то, знаете, вот отстранение, нету, прямо такая вот холодность, да, ну, например, прямо, знаете, вот формальность, если вам пишут клиенты, вы прямо четко лишний раз не выскаживаете свою эмоцию, прямо вот, знаете, вот, ну, как нужно, вот с вами поздравились, вы тоже здравствуйте, да, там, например, сколько стоит, вы сразу обратитесь, вот, по этой ссылке, там получится, то есть вы как будто бы не входите в диалог, вот, вы держите людей на некой такой дистанции, почему, потому что, ну, страшно, потому что страшно, потому что нету сил, да, нету сил, устали, нету вот энергии, вот, на постоянную вот эту вот борьбу, да, с чем, с чем вы боретесь, ну, вот вы не уверены, да, не уверены в принятии, какое решение принять, понимаете, вот внутри вас, вот это вот вас опустошает, это и вас истощает, и у вас потом на само дело, у вас нету энергии никакой, да, ну, вы не можете войти в равный обмен, почему, потому что не хватает сил, не хватает ресурсов, да, денег здесь тоже не хватает, кто-то может быть болеть, у кого-то психосоматика начинает здесь срабатывать, да, либо вы нарушаете баланс, очень много вкладываете в свое дело, и потом чувствуете, что нету отдачи, что нету признания, вот, все, возьму другую колоду, это закончилось, так, ну, вот, давайте тогда это у вас было, оп, уехал мой стульчик, так, посмотрим на эпическом Таро, что вы должны понять, и вынести из этой ситуации, так, давайте посмотрим, что вы должны понять, что вы должны понять из этих уроков, пятерка кубков, пятерка кубков в эпическом Таро говорит о том, что не торопитесь заполнять ту пустоту, которая у вас есть, чем попало, то есть, во-первых, здесь сразу урок говорится о том, что берите самое лучшее, да, то, что приносит вам радость, то есть, если вы что-то делаете, делайте то, что будет приносить вам удовольствие, если чего-то вам в жизни не хватает, не старайтесь заполнить пустоту, чем попало, да, иногда пустота, она нужна, она должна, вы должны побыть в этой пустоте, не цепляйтесь за первое попавшееся, что вы должны понять, что это вот урок по судьбе, да, что у каждого есть какая-то своя роль, у каждого есть своя задача, и вы должны, здесь какой-то урок вы должны пройти, урок утраты, урок какой-то потери, что именно вы должны потерять, здесь скорее всего вы потеряли, какую-то вот божественную искру, в контексте единения себя, вот именно какое-то вот вдохновение, да, вот наполненности, нет у вас, какой-то вот эмоций вам не хватает, да, чувственности, вот то, что вот вы бы расслабились, и вас бы как-то вот перепоняло эмоционально, что ли, здесь вот у меня прям аж дыхание перехватывает, да, не хватает, как будто бы свежего воздуха, может быть действительно вам не хватает свежего воздуха, прогулок, закрылись, например, там у себя в квартире, не хватает свежего воздуха, какой-то вот свежей, свежей нотки вам не хватает, чистой, родниковой воды, прямо, знаете, вот какого-то вот источника наполнения, может быть новые впечатления вам не хватает, что вы приходили какие-то идеи, да, правильного душевного состояния вам тут не хватает, у меня такое чувство, что кто-то из вас забыл, что он является проводником, да, и что, и что, чем он занимается, но вы занимаетесь тем, что вы отражаете, то есть вы акцент делаете не на том, на чем нужно, да, то есть здесь сила у нас говорит о том, что вы должны служить другим людям, и не тратить силы на то, чтобы бороться с другими, а наоборот, как в зеркале, показывать им, их внутренний мир, чтобы они сами понимали, да, то есть как отражение, ваша задача отражает, показывать людям, кто они есть, не ругаться, не ссориться, не нападать, не защищаться, а наоборот, просто им отражать, показывать, через, знаете, через какое-то свое, свои лучшие качества, не через негатив, не показывать, что вот другой человек несостоятельный, а наоборот, высвечивать в нем что-то такое хорошее, да, чтобы человек захотел в дальнейшем как-то измениться, продолжить быть вот в этом позитивном состоянии, и тогда он будет вас благодарить, что еще вы должны понять, ну, здесь аркан смерти, здесь завершение идет, здесь идут перемены, перемены, связанные с тем, что, что вас ожидает в будущем, да, в дальнейшем, что вы хотите, да, что вы хотите построить, что вы хотите построить, здесь вот тоже вот это вот определение, да, у вас как-то нету понимания, что вы хотите построить, никуда вы хотите пойти, а здесь в эпическом таро аркан мага, он говорит о том, что вы должны обуздать свои инстинкты, в данном случае какие-то свои страхи, переживания, волнения, да, и идти вперед, не обращая ни на что внимания, и построить тот мир, который вы хотите, что вы там так переживаете за что вы переживаете вы переживаете за то что у вас как будто бы нету ресурсов вас нету возможности да что то сделать во первых вы переживаете о каком-то знаете вот подвохе ждете какой-то подвох что вас ранит и при этом вы не понимаете что помощь может прийти оттуда откуда вы не ждете то есть иногда есть такое чувство что вот можете отгораживаться от клиентов да допустим кто-то что-то спрашивает у вас да а вы так достаточно холодно отвечаете а потом по факту оказывается что именно этот человек пришел к вам за вашими услугами он готов был вам заплатить за ваши услуги а вам показалось что но он просто забирает у вас время и нечего на него тратить его да и вы как-то вот холодно с ним ответили а именно этот человек и шел к вам ну с миром условно говоря то есть здесь вот помощь приходит оттуда откуда вы ее не ждали то есть поменяйте свое отношение к людям и тогда эти люди помогут вам потому что вы связаны по рукам здесь вот и приходит чудовище до который может спасти девушку которая связана по рукам но этот человек который приходит он сам израненный да вот это здесь метафора заключается в том что люди которые к вам приходят они вам отражает как раз кита то что есть вас и и поэтому их поведение может раздражать вас в какой-то степени но и вы можете себя вести но не так как как хотелось бы да то есть может быть вот это вот сухость как раз таки да чисто я не говорю что вы как-то там оскорбляете либо обижаете да не подпускаете близко к себе именно людей вы чистая вот это вот формальность поведения она вам не не идет на пользу да вот вы не искренним понимаете вы не настоящего одеваете какую-то маску хотя из того что у меня все хорошо мне никто не нужен я сама со всем справлюсь то есть вы потранслируете одно а внутри вас какая-то вот боль переживания волнение и люди это считывают но вам кажется что одев эту маску да никто не узнает о том что внутри вас происходит и вот королева жезла в самом начале она как разки про это говорит то есть королева жезлов есть минус она кажется она она старается скрывать от всех людей то что у нее внутри происходит но при этом она хотела бы знать чтобы люди знали что и и в ее жизни тоже есть трудности то есть понимаете как будто такая двойная игра вы показываете людям что у меня все хорошо я все сама справлюсь да и когда вам люди это говорят что окей так ты же сама все можешь да чё что это ну переживаешь здесь да и вам в этот момент хочется им сказать да если ты знал каким путем я ко всему этому пришло но пришла но вы этой краски не показываете то есть вот здесь вот это вот двойственность не искренность собой что-то вы где-то не договариваете что-то вы где-то умалчивать у вас всегда есть какая-то тайна которую вы не хотите показывать другим людям так что должны понять я рассказала какой вы должны вынести урок из этой ситуации но вот только то что вы командный игрок должны принять решение да по поводу своих чувств по поводу своих каких-то способностей до определиться то есть быть благодарным за то что у вас уже есть на здесь такое чувство что вы должны как раз и передавать людям тут у свой собственный опыт да тот свой путь который вы прошли а здесь знаете как получается я не хочу показывать своим клиентам тот путь который я прошла до чтобы они как будто бы не видели во мне вот это вот несостоятельность что ли а с другой стороны вот вы показываете что вы состоятельные но вы таким человеком не являетесь на данном этапе да то есть могут быть какие-то финансовые сложности и люди думают с одной стороны а чё я к ней пойду да ну типа ей мои деньги не нужны да ей мои но я не буду к ней обращаться почему потому что ну она меня может быть и не принять да там у нее там записи на целый месяц вперед что-то здесь такое понимать какая-то двойная игра вот внутри себя определитесь проясните здесь какой-то вот какая-то ложь какая-то ли какой-то лицемерие проходит не настоящность определите будьте честными собой да будьте настоящими будьте благодарными за то что вы уже имеете за то что вы знаете то чего вы добились и показываете это людям не бойтесь показывать каким путем вы пришли потому что здесь знаете есть такое ощущение что вы хотите создать идеальную картинку но именно вот это вот ваш путь который не идеальный да с проблемами именно он и именно его скорее всего вы должны передавать показывать людям то есть люди к вам придут за вашим опытом за то что вы прожили а вы как будто бы об этом не хотите афишировать и хотите показывать только конечный результат а люди говорят она нужен конечный результат ты покажи как ты пришла к этому результату да вот а вы как будто бы скрываете но сейчас пример приведу может быть вам будет понятно да допустим вы знакомитесь с молодым человеком богатым таким достаточно успешным а вы вот из провинции приехали да и вы вроде бы внешне вы переоделись чтобы соответствовать этому человеку да и и все у вас хорошо вот и настал день когда вы должны и семьи познакомиться и вот вы привозите свою маму с провинции вот вам как будто бы за нее стыдно к тексте того что она ну она у нее не такое не такие шмотки не такая одежда у нее не такая манера поведения до который соответствует как будто бы высшему классу понимаете но при этом это ваша история вы не можете от нее отказаться она ваша любящая мама на ком хорошо относится да и вы к ней хорошо вот вам как будто бы перед этим светским миром нам стыдно показать вот свое происхождение низшее да но при этом вот ваш молодой человек вас выбор как разки за то что вы невзирая на свое происхождение вы стали тем человеком кем вы стали до чему вы достигли только благодаря тому что когда-то у вас допустим не было денег и вы много трудились вы трудолюбивый человек то есть вы это качество приобрели и сейчас у вас допустим есть деньги есть достаток но у вас есть это качество трудолюбия вы умеете благодарить вы умеете оценить я вот если бы у вас был другое происхождение у вас бы этих качеств не было понимаете и вот ваш допустим человек он ценит вас за эти качества а вы как будто бы отстраняетесь от них закрываете ну типа не я не буду это показывать потому что это не нужно я надеюсь вы поняли что я хотела здесь донести потому что я здесь по ощущениям по энергетике понимаю а карты мне полностью раскрыть эту ситуацию не могут как-то знаете вот она как будто бы многослойно здесь занавес за занавесю идет очень глубоко все уходит вам отдыхать надо почаще понимаете вы устали на здесь есть какая-то опустошенность и поэтому вы не увидите шансов и возможности потому что вы устали а устали потому что вы срываете сливаете свою энергию вот на эти сомнения неуверенность не знаю что выбрать да и плюс ко всему закрываетесь от от людей среди которых возможно есть ваши потенциальные клиенты но они вас не видят если вы закрыты конечно же они вас не увидят вот такая вот у меня была и третья позиция расклад что у вас на прямом эфире благодарю за внимание до новых встреч пока пока